Мониторинговые группы, горячие линии, видеоконференции и выездные приемы граждан в пунктах временного размещения – это далеко не полный перечень поддержки вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. С начала специальной военной операции по защите Донбасса, Самарской области, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья и Украины прибыли более 2,5 тысяч человек. Людям понадобились временное жилье, медицинская помощь и помощь в трудоустройстве. Отдельно прорабатывались вопросы, связанные с несовершеннолетними гражданами, которые оказались на территории нашего региона. Все они были определены в общеобразовательные и дошкольные учреждения. Главная задача сейчас, которая поддерживается уже на протяжении долгого времени, безусловно, это образовательный процесс для ребят. Это первое, что было всегда поставлено губернатором во главу угла – это медицинское сопровождение пожилых, это перевод пожилых людей с приобретением гражданства Российской Федерации в наше учреждение социального обслуживания. На расширенном заседании общественного совета по вопросам прав и свобод человека обсудили не только необходимые меры поддержки для вынужденных переселенцев, проживающих на территории нашего региона. Большая работа ведется и по оказанию помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Для этих целей по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и военного комиссара Алексея Вдовина создана рабочая группа, в состав которой включили и уполномоченного по правам человека Ольгу Гольцову. Это позволило своевременно выявлять наиболее актуальные вопросы о социальных выплатах призыве оказания своевременной помощи. Вопросы социальной поддержки военнослужащих и их семей, они сегодня так или иначе в наших обращениях, которые фигурируют, заслуживают сегодня обсуждения и оценки со стороны общественности. Самарская область делает все возможное для того, чтобы вовремя получили военнослужащие те надбавки, которые выделены губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было принято решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем мобилизованным, а для более качественного медицинского обследования для лиц, подлежащих частичной мобилизации в зону СВО, привлекли дополнительных врачей. На данный момент возвращено по состоянию здоровья граждан, признанных по мобилизации, около 20 человек, которые предъявили жалобы уже в воинских частях, им были проведены необходимые мероприятия проверочные, военно-врачебная комиссия, и они демобилизованы. Кроме того, Самарская область в числе первых начала готовить социальные паспорта на каждого прибывшего из ДНР, ЛНР и Украины, для того, чтобы была возможность отслеживать судьбу каждой, находящейся на территории нашего региона семьи. В разрешении обозначенных вопросов сегодня задействованы практически все органы власти, региональные, муниципальные, законодательные, представительные, а также бизнес-сообщества и некоммерческие организации. Ольга Павлова, Константин Головин, События.